Я сегодня хочу вам показать алгоритм наложения лестничной шины Крамера при закрытым переломам предплечья. Подготавливаем необходимые инструменты. Лестничная шина Крамер, шприц, раствор барабина, ножницы, валик, подушку, бинт, косынку, стерильные перчатки. Обрабатываем руки на гигиеническом уровне, правильно надеваем стерильные перчатки. Усаживаем пациента, поздороваемся, объясняем ход процедуры, получаем согласие пациента. Осматриваем место перелома. Появилась припухлость, болезненность, хруст. Вводим внутримышечное раствор барабина, берем лестничную шину Крамера, положим на здоровую руку от кончиков пальца до локтевого изгиба, делаем отметку. Затем под прямым углом, то есть 90 градусов согинаем шину. Затем повторно накладываем на здоровую руку, для того, чтобы посмотреть правильность применения шины. Перекладываем на больную руку. Принимаем физиологическое положение между супинацией и пронацией. Просим пациента придержать шину. На пальцы, под пальцы кисти ставим подружку. Под мышечным пациентом ставим барабину. И начинаем винтование. При этом кончики пальца должны оставаться открытыми. Первые два тура циркулярные. Продолжаем винтование спираловидными движениями. При этом каждый последующий тур должен закрывать предыдущий на две трети тура. Продолжаем винтование спираловидными движениями. Продолжаем винтование спираловидными движениями. Если винт закончился, то можно применить другую, продолжая с того места, с которого закончился винт. Продолжаем винтование спираловидными движениями. 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 Накладываем косойку. Спрашиваем пациента, удобно ли ему. На этом алгоритм закончен.